Начало трансляции благотворительного концерта «Добрые песни о главном» состоится 18 декабря. Такое поручение дал глава региона Юрий Бездудный в ходе рабочего совещания. Перенос связан с тем, что день старта проекта совпал с трагической для округа датой – годовщиной авиакатастрофы самолета ТВС-2МС. В этом году благотворительному проекту исполнится 10 лет, но из-за пандемии коронавируса организаторы вынуждены перевести юбилейный концерт в онлайн-формате. В следующем материале расскажем, все ли готово к выходу в эфир. Необычные локации для съемок – одна из фишек юбилейных «Добрых песен о главном». В этом году из-за пандемии коронавируса участникам благотворительного проекта пришлось уйти в онлайн. А как петь в онлайне? Правильно. Студийная запись и красивая картинка. Ну вот только задумайтесь, клип какой песни можно отснять в соляной пещере. Организаторы попросили нас не раскрывать секреты, поэтому интершума в этом материале нет. Зато есть интервью с одним из постоянных участников. Иван Никонов, теле- и радиоведущий, несмотря на то, что в кадре работать привык, все равно был шокирован идеей с видеоклипами. Камера как бы вроде, что вдруг что-то не так, хотя с другой стороны, если что-то не так, можно будет переснять или где-то вырезать. А на сцене все-таки тут живые эмоции. Это, конечно, лучше. И для зрителя всегда видеть живые эмоции, знать, что никто ничего не вырезал, все как есть. Это, конечно, да. С этим небольшая такая загвоздка есть с прямым эфиром именно. На подготовку каждого номера ушло огромное количество времени. Съемки длились несколько недель. Параллельно с работой в кадре участники еще и работали в студии звукозаписи. Ну, звук, естественно, отдельно, потому что мы заходили по одному в студию, это уже в ДК Арктика, пели. Я, естественно, не с первого раза все попадал, но мне там в ухо пели, и я пел. Потом нас, наверное, автотюном вытягивают, где-то надо, чтобы мы попали. Это все компьютерно обрабатывается. За это, конечно, спасибо звукорежиссерам, монтажерам, потому что у них нереальная работа. Вот им, кому работа в этом плане больше стала, вот это им. Потому что на концерте все-таки микрофоны включили, звук выстроили и поехали. Сейчас режиссеры монтажа Дворца культуры Арктика доводят до конца начатое большое дело. Позади цветокоррекция от снятого материала, сведение звуковых дорожек, титры, спецэффекты. Работа буквально кипит. В этом году у нас хиты нулевых. То есть всем любимые песни, любимое время. Поэтому, я думаю, наши зрители не останутся равнодушными к такому репертуару. Будут припевать и пританцовывать. Жаль, что не в зале, но хотя бы у себя дома. У своих экранов. Что получилось на выходе? 20 клипов за два месяца. Непрофессиональные актеры и непрофессиональные певцы, которые выложились, что говорится, на полную. И все это на благо детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Все, все участники, они молодцы. Они с первого раза, с первого дубля, они все подключились к проекту, находили время. Брали какие-то отгулы, еще что-то. То есть работали в условиях холода. Потому что были такие съемки, когда мы на улице или в Ледовом. Мы их просто замучили. То есть они уже замерзли, все устали, но в любом случае они доводили дело до конца. Итак, теперь краткая инструкция. Как приобрести билет на благотворительный онлайн-концерт «Добрые песни о главном». Трансляции будут вестись на платформе BoomStream 18, 19 и 20 декабря. Самый простой способ получить доступ к видеоконцерту – приобрести билет через вкладку в официальной группе Дворца культуры Арктика ВКонтакте. Цена билета – 500 рублей. Впрочем, пожертвовать можно любую сумму. Все собранные средства пойдут на оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Алина Ваучейская, Антон Водряков и Леонид Шишилов. Телеканал «Север». Продолжение следует...